Всем привет! Первый раунд плей-офф подходит к развязке. Некоторые команды уже вылетели, а это значит, что игр становится все меньше. Сегодня было всего две, зато какие. Даллас и Клиперс боролись за лидерство в серии, а Денвер в своей серии с Ютой больше не имеет права на ошибку. Обо всем этом подробнее в обзоре дня. Поехали! Пятая игра совсем не была похожа на противостояние команд, счет в серии между которыми 2-2. Согласно статистике, команда, выигравшая пятую встречу, более чем в 80% случаев доводит серию до победы. У Маверикс вновь возникли проблемы с травмами. Кристоп Спарзингис пропустил второй матч подряд из-за повреждения колена. И если в прошлый раз для Далласа все обошлось, и Лука Дончич выдал исторический перформанс, то сегодня славянца удержали. На его счету лишь 22 очка, 8 подборов и больше потерь, чем результативных передач. Клиперс ввели 76-52 к большому перерыву, благодаря 40 очкам, набранным Каваем и Полом Джорджем. Хозяева, номинальные конечно, атаковали с процентом 61 с игры и 52 с половиной из-за дуги. Уничтожение продолжилось во второй половине. Л.А. набирали очки как только хотели. Монтерос Хэррол провел лучшую игру после возвращения, набрав 19 плюс 11 за 23 минуты. 154-111 полный разгром Далласа. Клиперс стали второй командой в этом постсезоне после Торонто, пробившей 150 очков. Вообще 154 балла это третий показатель в истории плей-офф. Ну и каждый обзор я упоминаю Пола Джорджа, на этот раз в хорошем свете. Джордж наконец нашел свой бросок, по крайней мере в этой игре. После 34 очков за три предыдущих игры в сумме, Форвард набрал 35 в этой, всего за 25 минут на паркете. Клиперс по итогам встречи реализовали 63% своих бросков по кольцу, включая дальний. Юта, которая на протяжении серии просто в огне, вновь начала с места в карьер. 16-6 и 4 точных трехочковых вынудили Майка Малоуна взять ранний тайм-аут. У Денвера нашелся ответ Николай Йокич. 21 очко за четверть и ни одного промаха с игры. Залетало даже такое под сирену. Во второй Йокичу дали положенный отдых и центровой немного потерял ритм, набрав лишь 2 очка после выхода. Джаз воспользовались этим, уйдя на большой перерыв с преимуществом плюс 9. Третья четверть для Денвера в этой серии – сущий кошмар. Они уступили минус 50 по сумме 4 игр. И это могло повториться вновь. Юта продолжила попадать издали, увеличив отрыв до 15 очков. Но старание Йокича в первой четверти поддержал Джамал Мюррей во второй половине. Защитник набрал 33 из 42 очков после перерыва, реализовав 17 из 26 бросков с игры. И отдал 8 ассистов, включая пас на трехочковый Йокича за 24 секунды до конца матча, который снял все вопросы о победителе. Мюррей провел одну из тех игр, когда он неудержим в клатче. При равном счете за 3,5 минуты до конца Джамал в одиночку соорудил рывок 9-0. Все броски с дистанции. Удача была на стороне Наггетс. Самый результативный игрок серии Донован Мичелл набрал 30. Вообще, с точки зрения статистики, как вы видите, игра была равна. Стоит отметить один момент. Юта забила 15 из 27 трехочковых. После чего защита Денвера в конце третьей и за всю четвертую четверть позволила Джазменам реализовать лишь одну треху из последних семи. Таким образом, Денвер сокращает отставание в серии и как минимум еще на пару дней остается в пузыре. На этом все. Расписание завтрашних игр на ваших экранах. День будет чуть более насыщенным. Не забывайте оставлять комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok